Отец, расскажите, пожалуйста, в двух словах о фестивале, организатором которого вы являетесь, и который сегодня прошел с успехом. Сегодня был концерт на основе фестиваля. Сам фестиваль начинается всегда летом. Пятинедельный фестиваль. В следующем году начинается 12 июля по 9 августа. Могу показать даже обложку. Только что вышла обложка. Видно там? Это 16-й год. В следующий год мы примерно будем представлять где-то 35 концертов. Много музыкантов из разных направлений. Классической, конечно, камерной музыки и много джазовых музыкантов. А также поп-музык и фолк-музык. Мы представляем многие народности. К нам приезжают японцы, к нам приезжают в следующем году азербайджанцы и много других. Так что я очень горжусь и с нетерпением жду. Вас, Азис, называют канадским Паганини. Как вы к этому относитесь? Я не слышал этого. Пока я плохо отношусь к этому. Почему? Я не считаю себя канадским, да, Паганини нет. Просто я люблю музыку. И быструю, и медленную. Главное, чтобы о чем была музыка. Это рассказ без слов. Всегда это связано с эмоциями. Даже абстрактная музыка связана с абстрактными эмоциями. Тогда о чем была музыка, которую вы сегодня играли? Сегодня была музыка о многом. Первое произведение было юное произведение Марии Сарабеля. Это соната написана в студенческом возрасте. И была заброшена, никогда не опубликована. Опубликовали ее, по-моему, где-то в 70-х годах только. И никто о ней не знал. Но что интересно, что музыкальный язык Равеля уже был в этом возрасте полностью обоснован и сложен. И гармонический язык, и музыкальные идеи. Все уже является этим. Это соната для меня очень интересная. Это одночасная соната. Второе произведение было соната Эльгара, которое было написано в 1918 году, когда он отдыхал в своем летнем доме. И конец войны, но война еще шла, а он писал очень светлые произведения. В этом году он написал вот эту сонату, скрипичный квартет и фортепианный квинтет. И все они очень с большим энтузиазмом и взглядом на будущее. Но, как всегда, в Эльгарии это очень много переживаний личного... личного, так сказать, как сказать, плана. Личного плана. Но всегда, как мы знаем, наши эмоции, мы же часть природы. И он всегда говорил, что это природа, это деревья навеяли эту музыку. Всегда можно, так сказать... Он никогда не рассказывал о своих чувствах. Музыка тема велика, что мы все думаем о том, о чем мы хотим думать. Я не знаю, что вы думали, когда я играл. Вы не знаете, что я... О чем я думал, когда я играл. Но, может быть, вы поделитесь... Но что... Нет, не буду. Это персональное. Но что объединяет нас и всех слушателей, это сам эффект и мысли о чем-либо они не были. Но эмоционально все одинаково были, так сказать... Как сказать... Направление то же самое. Если я думаю о деревьях, или вы думаете о своей любимой женщине, это очень-очень похожие эмоции. Понимаете, о чем я говорю? Если это волна, действительно волна на озере, где он был, или это душевная волна, это очень схожие события. Одним словом, тема музыка велика. Главное, передать эти эмоции. В этом и заключается искусство. И последний вопрос. Касающийся вашего инструмента. Это ведь уникальный инструмент, на котором вы играете. Каждый инструмент уникальный. Тем не менее, расскажите немножко о вашей скрипке. Не могу. А на 17 века, правда? Нет, в 18 веке. В 18 веке. Не могу рассказывать. Хороший инструмент. Не лучший, не... Ну, хороший я. Очень-очень доволен. И... Есть лучше, гораздо лучше. Я играл на лучших инструментах. А на скрипке Страдивари вы играли? Играл много раз. То самое, наверное. Но... Но... Хороший инструмент. Я не люблю разговаривать об инструментах. На интервью точно. Но это 18 век, это итальянская работа. Итальянская работа, да. Спасибо, Ати, с огромных вам успехов. Спасибо.